Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа «Свежий звук». Меня зовут Владимир Натс, я ее несмейный ведущий. И сегодня у меня в гостях группа «Нектар». Привет, ребята! Привет! Расскажите, как вас зовут сначала по именам. Андрей. И кто чем занимается в группе? Играю на гитаре, на нервах. Ясно. Я басист, меня зовут Арсений. Я Денис, играю на флейте, пою. Иногда на гитаре играю. И у нас сегодня еще... А, да. Простите. Да, Алексею, наверное, спасибо. Спасибо Алексею. И сегодня еще у нас интересные гости. Я так понимаю, бэк-вокал Анна, да? Нет, это перкуссия. А, перкуссия помогает балабанчикам? Перкуссия Анна! Перкуссия Анна! Нет! Все, Анна ушла. Спасибо. Передачи. Я думаю, она вернется. Вернется буквально через несколько минут. Потому что на нее сегодня возложена важная миссия. Пока! Дам предание, ребят! Ребят, расскажите, как давно вы существуете? Ну, в таком составе мы существуем уже, в общем-то, больше года. Просто состав нашей команды постоянно подвергался каким-то изменениям. Люди приходили, уходили. Ну, вот конкретно в таком виде, как это сейчас выглядит, наверное, где-то года полтора. Вообще команда древняя, если честно. Древняя на сколько? Я так понимаю, состав просто менялся? Да. Мы с Андреем лет десять вместе играем в различных наших проектах. Алексей лет шесть с нами, то есть втроем. И Денис года полтора присоединялся. Причем я только сейчас узнал, что лет десять вы вместе. Этого гораздо меньше. Да, но Андрей знает Алексея с детства. Парадокс. Интересно, да. Ну, сейчас после того, как Аня перестанет вырабатывать ток, она нам расскажет, чем она занимается. Ань, чем ты занимаешься? Поешь? Гимнастикой. Гимнастикой? Класс. Наверное, даешь им мастер-классы, уроки по гимнастике ребятам, да? Это наша подтанцовка. Да, да. Подтанцовка, да. Аня в зале обязательно и танцует. Заводит толпу. Ставит хореографию, показывает, как нужно делать всем остальным, кто стесняется. Да, Анечка. Нет, причем она действительно, мы не просто так говорим, она заводит публику. Глядя на нее, даже кто-то подтягивается к сцене, если такая тухлая публика на концерте. Она зажигает. Но она, конечно, не на все концерты попадает. На такие, которые до девяти вечера. Она те, которые, она попадает, она там реально зажигает у нас. Ребят, самый оригинальный вопрос, который вам сейчас упадет. Самый оригинальный вопрос, который когда-либо вам задавали, почему ваша группа называется Нектар? Вопрос действительно, на самом деле, гораздо более сложен, чем может показаться. Дело в том, что вы второй раз спрашиваете. То есть второй человек спрашивает об этом. Второй человек спрашивает. Но остальные просто стесняются. Не, они думают, что это что-нибудь с напитком связано. Да, может быть, вот как раз у меня такой вопрос. Это какая-то аббревиатура или все-таки как-то с Нектаром связано? С пчелином. Все, это не прививание. Нет, на самом деле, история была такая. Мы очень долго репетировали на одной замечательной точке, которая находилась в полуподвальном помещении. Там была просто тьма комаров. Мы ходили все искусанные. И нас это постоянно дико выморажило абсолютно. Мы никак не могли понять вообще, когда они напьются нашей кровью. И потом родилась такая мысль, что, скорее всего, они ее просто где-то впрок запасают. Если ты видел обложку нашего альбома, там нарисованы соты наполненные кровью, и сидит комар. Такая позитивненькая. Да, нас настолько это дело утомило, что мы уже решили, блин, вот увековечить этот момент, потому что страдания были просто нечеловеческие. А потом совершенно случайно как-то выяснилось, что самцы комаров питаются цветочным нектаром. В крови. Самцы у крови питаются. А самцы тоже что-то, оказывается, пьют? Самцы питаются цветочным нектаром. Интересно. Каждый день что-то новое узнают. Мы подумали, что это символично. Да. И решили так назваться. Самки комаров. И чисто шутку обложку альбома оформили именно так. Такая кровавая сота получилась. Да, соты полные. Да чисто по приколу, на самом деле. Да, решили пошутить. Самые иронии. Я успел послушать, к сожалению, только одну вашу песню, которая, собственно, идет в сопровождении с клипом одноименным. И хотел, соответственно, спросить, что в принципе... Ну, там, я так понимаю, идет тематика дружбы, вот, какой-то такой взаимовыручки. Что вообще в целом вы несете? Какую смысловую нагрузку своим творчеством? Творчеством или клипом? Ну, потому что в целом. С клипом понятно. Ну, на самом деле у нас как таковая задача конкретная не стоит. Просто есть некоторые вещи, о которых люди действительно забывают в повседневной жизни. Просто стараемся напоминать им об этом. О том, что есть какие-то светлые моменты, хорошие вещи. Дружба, любовь, взаимовыручка и так далее. Ну, по мере сил двигаем к культуру массы. Иногда задаем вопросы своими песнями. Иногда даем ответы. Да, одной песне вопрос задается, другой песне выдается один из вариантов ответа. Да, вопрос задается. То есть они как-то логически взаимосвязаны между собой песнями. Да, но это не прямо, это завуалировано. Ясно. А расскажите, ребят, есть ли у вас уже альбом? Да, альбом у нас вышел в прошлом году. К сожалению, Дениса тогда еще с нами не было. Поэтому записывали мы его укороченным составом. Петь там мне пришлось. Я безумно ненавижу этот альбом. Вот. Ну, по ощущениям, по-моему, получилось неплохо. Ясно. Основная нагрузка была именно на Андрея. Ему пришлось отыграть. Да, пришлось. Пришлось отдуваться. Ему пришлось петь по мере своих возможностей. Точнее, на пределе своих возможностей. Именно на этот альбом я попался? Да. Хотя с помощью его Денис и появился в нашем коллективе. То, что мы решили, что нет, нам нужен вокалист. Петь и играть на гитаре – это тяжело. Одновременно. Да нет, просто я никогда не учился вокалу. Я не знаю, как это делается. Я делал это исключительно по наитию. Какой змея вокалист? Каждый человек должен заниматься своим делом. Совершенно с вами согласен. Вот Аня, например, у нас сегодня, которая обещала нам спеть песню. Так что, дорогие друзья, сейчас у нас будет эксклюзив. Такого в интервью свежего звука не было никогда. Люди начинают петь еще до концерта. Поплотить руку. Споешь? Споешь, Таня? Прорву звуки, обещала. Вот прям в камеру. Давай. В любую. Когда папа будет петь, я потом он закончит, и я спать. Вот так-то надо выкручивать. Ну, может, ты же обещала спеть на камеру. Давай, может, папа тебе поможет. Стесняешься, что ли? Да, подходи к папе поближе, чтобы он тебя поддержал. И мы тебе все поаплодируем. Да мы особо песни не поем, мы стишки рассказываем. А, ну расскажи стишок тогда, расскажи. Стесняешься. Стесняешься. Она стесняется. Ну ладно, ну что ли, мучить ребенка не будем. Или бесплатно, просто не хочет. Скорее всего. Нужно яблоко или конфета. Конфета? Принесите конфету кто-нибудь в студию. А за конфету споешь? Только не с ликером. Ну, за конфету споет. Ребят, за конфетой кого-нибудь отправьте. Расскажите, да, расскажите, пожалуйста, какое у вас было самое запоминающееся яркое выступление? Ну, наверное, я не совру, если скажу, что мы... Нам всем дико понравилось. Мы выступали на фестивале в Кировске. Это был Open Air, было лето и месяц. Была совершенно обалденная погода, огромная сцена. Ну, и даже народ пришел на нас посмотреть в этот день. Это было здорово. Очень классная организация. Где Ленинградская область это был? Где? Где Ленинградская область и праздник. Там хедлайнеры были кукрыниксы. И мы участвовали на этом фестивале. Самое такое профессиональное пока в нашей карьере выступление. Самый настоящий такой рок-фестиваль. Да, между прочим, вышли в финал, заняли одно из призовых мест. Ну, здорово. А теперь новая рубрика нашей программы «Песня за конфету». Ну, будет за конфету петь? Давай. А конфета так? Сначала песня. Да. Только на камеру смотри, вот на эту. А может, я там пойду? Нет, нет, нет. Здесь, здесь, здесь. Нет, здесь. Там не будет. А то будет голос за камеру. Ну, Анечка, давай, конфета вкусная. Поешь? Только стишок хочу. Давай стишок, я скажу. Что-нибудь. Нет, здесь. Здесь, здесь, здесь. Нет, подойдите. А это положи. А куда она пошла? Не знаю. В процессе. Давай, возвращайся скорее, рассказывай стишок. Вот здесь. Здесь сцена. Вот камера тебя снимает, передачу потом покажет. Давай, давай. Давай. Пробабку. Ну, давай, пробабку. Пробабку. Давай, пробабку. Я люблю пробабок стихи вообще. Тут видать нужна смекалка. Вот возьму я с полки скалку. Из-за всяк удалю силы. Что за дива не разбила. Ох, устали, отдохнем, посидим, чеку попьем, а вы тоже не скучайте, вы нам пенью попивайте. Класс. Браво. Аплодисменты. Держи конфету. Заслуженно. Спасибо, ребята, огромное. Очень много всего интересного рассказали. Плюс еще Аня нам рассказала стих. Вот. Я столько хотел сказать, на самом деле, но вот пока стих слушал, все забыл. Вот. А, хотел сказать, что да, я тоже так начинал работать. Выступал за конфеты поначалу. Стихи рассказал. Начали деньги платить уже. Ну, и стихи рассказал. Выходил к сексофону и рассказал стихи. Ну, это нормально. Сейчас. Ну, вон, вон, вон. Спасибо огромное. Я так думаю, что сейчас мы наконец-таки насладимся вашим творчеством. И это был Владимир Натц, программа «Свежий звук». Группа «Нектар» у нас. Поехали. Спасибо.